Пациент, 57 лет, обратился к терапевту с жалобами на боли в горле, слабость, ломоту в теле, эпидемиологический анамнез, гепатит, туберкулез, венерические заболевания отрицает, контакта с инфекционными больными не было, состояние удовлетворительное, кожные покровы, нормальные окраски, температура 36,7, питание удовлетворительное, лимфоузлы не увеличены, безболезненные, суставы не изменены, зев гиперемированный, миндалина увеличены второй степени, налет нет, частота дыхания 16 в минуту, в легких дыхание жесткое, хрипы нет, перкуторный тон, ясный, легочный, пульс 80 ударов в минуту, ритмичный, наполнение и напряжение удовлетворительное, тонны сердца ясные, ритмичные, артериальное давление 120 на 80, язык чистый, влажный, налета нет, живот мягкий, при пальпации безболезненный, мышечная защита нет, печень не пальпируется, поколачивание по пояснице безболезненно, слева-справа, мочеиспускание нормальное, стул один раз в день оформленный, примесей нет, отеки нет, дополнительные данные, выполнен рентген легких водной проекции, заключение, свежие очаговые инфильтративные изменения не выявлены, диагноз хронический тонзилит, обострение, назначено антибиотики, отхаркивающая терапия, полоскание полустирта антисептиком, выполнен клинический анализ крови, лимфоциты повышены 41,8%, норма от 19 до 37, типичный признак вирусной инфекции, скорость оседания эритроцитов повышена до 40 мм в час, норма 2-20 мм в час, признак воспалительного процесса. Несмотря на антибактериальную терапию, состояние пациента ухудшилось, было выполнено КТ легких. Область исследования. Органы грудной клетки с реформатированием в трех плоскостях и реконструкциями в объеме. Контрастное усиление не проводилось. Выявлены множественные участки инфильтрации легочной ткани по типу матового стекла. Размерами около 65 на 40 на 50 мм в С3 справа. Аналогичный участок около 20 на 20 мм в передних отделах С3 справа. Около 70 на 80 на 80 мм в С6 справа. Около 26 на 20 на 13 мм в С6 справа на периферии. Слева около 15 мм в поперечнике плюс в С1 плюс 2. В СИ до 20 мм в поперечнике 35 на 40 на 40 мм в С3 передние отделы. В С8 слева немногочисленные участки инфильтрации. Пневматизация легочной ткани в остальном не изменена обычно, без признаков эмфиземы. Петление легочных артерий типичное, контуры их четкие. Бронхи на видимом протяжении проходимы, визуализируются просветы бронхов до третьего порядка. Стенки их не выглядят утолщенными, без признаков наличия бронхоэктазов. Выявлены немногочисленные лимфоузлы в средостении до 4-5 мм в поперечнике. Мягкие ткани грудной стенки в объеме сканирования в целом без патологии. Жидкостного содержимого в грудной полости не выявлено. Камеры сердца в размерах не увеличены. Аорты и ее ветви не обызвестлены, не расширены. Травматических и или деструктивных изменений не определяется. Умеренно выраженные дегенеративные изменения грудного отдела позвоночника. Заключение. КТ-картина двухсторонней полисегментарной пневмонии, вероятно вирусной, подозрения на COVID-19. Рекомендуется срочная госпитализация, консультация пульмонолога. Пациент был госпитализирован, данные анализа на коронавирус в COVID-19, неизвестный, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова